Еще одна моя коллега, которая отслеживает тему Романа Насирова, сейчас с нами на связи, это Алла Матюшок. Алла, добрый вечер. Расскажи, где ты сейчас находишься и что тебе известно об условиях содержания Насирова в СИЗО? Да, добрый вечер, Наталья. Мы действительно сейчас находимся у Лукьяновского СИЗО, куда сегодня рано утром привезли остраненного от должности руководителя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. По словам сотрудников Минюста, он находится в удовлетворительном состоянии, но вот общаться с журналистами отказывается. Он был оглянутый доктором нашим штатным Лукьяновского СИЗО. Стан его был на час пребывания задовольный. Он в загальной камере, четыремисный. От него никаких заявок относительно улучшения его удержания не подходило. Напомню, Соломинский рассуд столицы принял решение оставить Насирова под арестом на два месяца до 30 апреля. С правом внесение залога 100 миллионов гривен. Если в течение пяти дней залог будет внесен, Насирова отпустят под домашний арест и оденут электронный браслет. Адвокаты Насирова сообщили, он находится в обычной камере, четырехместной, на общих условиях содержания. С ним в камере еще один подозреваемый. Он, естественно, содержится в камере. Не надо придумывать, что это какая-то там камера с особыми условиями. Это самая обычная, самая стандартная камера Лукьяновского следственного изолятора. И вот информация, которая поступила из наших источников. Это сотрудники СИЗО, которые не хотят разглашать свое имя. По их словам, Роман Насиров находится в корпусе для несовершеннолетних. Условия содержания там намного лучше. Кроме того, корпус после капитального ремонта. В камере есть уборная и даже горячий душ. Наталья. Спасибо, Алла Алла Матюшок рассказала о том, как Роман Насиров разместился в Лукьяновском СИЗО.